Песенка Слушай, какой офигенный генератор Z13, даже включать не надо, ты видел? Всем привет, это канал OutSound и вот сегодня у нас действительно обычный обзор, у нас сегодня обзор из пельной тачки из Ростовской области. Коля тракториста, его многие знают и примечательна эта тачка тем, что здесь нету диких бюджетов, здесь нет нереальных оформлений, здесь у нас стоит простой ящик, в простонародье называющийся гроб. Ну и по сути это автомобиль, который может запилить любой из вас у себя в гараже, любой да не любой, да, Коля сейчас наверное такой подумал, вспомнил все что происходило, да. Коля, иди в кадр, я тебя представлю, это Коля, я не знаю, подписаться на тебя нет, говорить, есть у тебя инстаграм, но не очень ты, подпишитесь, поддержите Колю, он-то вот заслужил, это вот действительно тот честный проект, который вы ждали, человек с гроба, гроб стрёмно звучит, да, ящик для тех, кто не понимает, это не стена, не банпас, не какие-то вот сумасшедшие эти плитками и бетонами обложенные оформления, с миллионом сабвуферов, здесь у нас стоит 4,15 в ящике, вот, и результат при этом 162 дБ, 161,9 официальный рез максимальный, и Коля является шестикратным чемпионом России, в разных форматах, в разных дисциплинах, в этом обзоре мы позадаем вопросы Коле, мы вольнем, естественно, на этой тачке, у него есть и фронтуха еще при этом, то есть это не голый SPL, здесь можно и музычку еще послушать, вот, но кроме всего этого, сегодня будет еще бонус для вас, для тех из вас, кто скажет, что и хуй все бюджетные, тут сабвы стоят дефбонсы 415, кстати, те самые из Хаммера, мы крутим вам обычные бюджетные сабвы из новой линейки Альфар, сабвуферы только мы получили, и вот, как бы, и рекламу им можно сделать, и для вас информация будет, и сами поиграемся, посмотрим, что будет, если вы спельный автомобиль с результатом 162 дБ на мощнейших 415 дефбонсах, вкрутить, сколько они, 8000, да, стоит, сабвуферы за 8000, попробуем максимально удешевить эту связку и посмотрим, какой результат у нас получится, а у нас есть датчик, а у тебя нет датчика, есть ли в магазине LoudSound датчик? Короче, это жесткий сальский проект, без аэрографии, без трасс, без гриптонитов, адамантиев и маргенштернов, только басуха, только валева, только антиавтозвук, а антиавтозвук есть? Нет. Как нет? Есть. По-любому есть. Это же спельный проект. Значит, антиавтозвук будет. Выгнали тренажку, загнали BMW, потому что, ну, невозможно снимать какая-то нереальная у нас сегодня жара, и температура вроде меньше, но что-то как-то парит, да? Прям же. А что у вас за консилиум там собрался? Тренажка вот узнаваемая, да, вот всем, даже вот этим породистым рыком, вот этим выхлопом. И его рот упал. Когда вы почините, тёма, выхлоп? Пердит. Это вот настоящий самый пердёж. Вы что, решили впасть в депрессию, посмотреть на старый мотор BMW? Итак, у нас 36-я BMW с самым громким ящиком в России, да, наверное? Ну, на этой частоте точно уже не любят громкие слова. А я люблю громкие слова. Оспаривайте в комментариях, есть ли у кого-то гробы на 28 Гц. Вот начинаются условия. Вообще гробы, наверное, есть, да? Срать в комментариях, объявляю открытый, это самый громкий... У Провкина был там, но там непонятно, короче. Сейчас это самый громкий. Самый громкий гроб России. Всё, погнали. Может так и назовём? Короче, BMW у нас 36-я. У BMW всё очень просто по аббревиатурам, по индексам кузова. 36-я это тройка, 34-я это пятёрка, 38-я это семёрка, 46-я это тройка. Кузя, давай, продолжай, как логику BMW. А6, А4. Что А6? У тебя теперь C6, C7. Мы про кузова говорим. А дальше всё вообще ещё проще. Е60 это пятёрка, а G30 это тоже пятёрка, а F10 это тоже пятёрка. Короче, вы поняли. BMW-шники всё это знают. Начнём, как обычно, с под капота. Под капотом... С под капотом у нас стоит генератор AZ13. На сколько ампер? 320 ампер. 320 ампер. И это всё питание у нас под капотом. Я смотрю, аккумуляторов здесь ничего нет. Нет, там всё запас. Всё питание у нас сзади. И сзади у нас находится литий титанат. Я так понимаю, вот за сиденьями, да? Да, две секции. Вот она снизу лежит. Четыре. Вот они в запаске зашито. Ну, под фальшем вот он. И сразу, забегая назад, сзади у нас, видите, как это выглядит? Как ящик в седане. По сути, это ящик в седане есть, с той оговоркой, что он заходит на задние сиденья. Проводки. Сколько километров здесь не считал? Шесть бухт. Шесть бухт нуля. Обратите внимание, это у нас командная машина Team DevBones. Колю с радостью приняли в команду. И он защищает это честное зелёное имя. По конфигурации, в принципе, у нас всё просто. Четыре 415-ых DevBones. Это те самые ещё с Хаммера. До сих пор трудятся. И два ГРА12-ых. Старая школа. Так же, как у нас в тринажке стояло. Два корейских 12-тысячника. Очень крутые. Расположены они бутербродом. Чё по температуре не кипят они? Пока в защите ни разу не были? Ни разу ещё не выходил. Четыре 20-ых Арнольда. Три Твиттера. И всё это запитано... Меды запитаны с одного... Бразильца? 1800-ого. Да, 1800-ый. И на Твиттере тоже один, да, стоит усил? Да-да, вон он. То есть весь конфиг системы, четыре уся, два моноблока мостом и усил на Твиттер и усил на Меды. Ну и, собственно, всё, вот такой вот состав аудиосистемы такой результативный. Таким количеством наград, вы видите, всё можно сделать достаточно просто. Это именно тот самый спель, который не готовится студиями за большие деньги. Это вот реально, Коля, ты всё сам делал или есть? Ну, помогал мне товарищ один. Ну, с коробом. Не ателье какие-то там... Не-не, с коробом. Внутри его делать, он просто залазил. Да, это всё сделалось своими руками. Вот, ну и, собственно, чтобы не грузить вас больше разговорами, у нас сегодня больше, наверное, валево будет. Сейчас чуть-чуть повалим здесь, на 15-ых DevBones'ов. И потом вкрутим вот эти новые малышки, очень интересно на них посмотреть. Особенно Тёме. На сабвуферы за 8000 в боевой системе от двух 12-тысячников. Интересно тебе? Что будет? Ну что, повалим чуть-чуть, пока соседи не пришли? Коля, запускай трактор. Коля, запускай трактор. Открыть. 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 Продолжение следует... 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 Пацаны уже не знают, сколько час, наверное, меняют эти сабвуферы, ну причем сняли они 415 за полчаса, а эти вот закинули, я не знаю, минут за 10, коммутируют сейчас. Ну это для нас прошел час, а для вас пройдет всего 3 секунды. 3, 2, у нас провал, мы не можем запустить датчик, USB-басметр, а LCD-басметра у нас нет, поэтому что нам нужно? Тигран, где Тигран? Позовите Тиграна. Тигран. Да опять он по телефону разговаривает, а? Хватит говорить по телефону. Что ты принес? Я процессор принес. Я тебе датчик говорил принеси. А зачем он тебе нужен процессором померить? Ты не умеешь процессором померить. Видишь вот это движение начинается, попросил процессор, попросил датчик, он процессор мне привез. Ой, блядь, я говорю, мы обзор снимаем, привези Zipa, датчик нам нужен, он принес. Слышь так, они все в шагрении в мусоре, посмотри. Да я шучу. Ты чё ты прикалываешься? Давайте мерить, сколько тут децибелов есть. Смотри, ты видел, что мы вклютили? Def Bones Machete Fight R. MF15R. А зачем? Нужно больше названий, я считаю. Вообще у Альфарда очень грамотное разделение под брендов и все очень логично, но смотри. Def Bones от Альфард Групп под бренд Machete под название бренда Fight под аббревиатура R и есть еще артикул. Или как это назвать, серийная модель, да, модель MF15R. Ну, вот так вот круто у Альфарда все. Ты вообще никогда не запутаешься, если у тебя есть подругой каталог. Ну, вот запомнить частенько бывает сложно, но можно просто запомнить что-нибудь одно. Например, я хочу Fight R, как мы говорили это, переводится? Драчун. 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 R. У вас пи***ец, когда пел уже, пацаны. Это уголек, а это блондинка. Игран, смотри, Тёма сказал, на спор, ты этот цап не поднимешь сейчас над головой. Конечно, не в головой. Ну, ты в зал же ходишь. Пацан сказал, пацан сделал. Ты же сходил в сал? Даже над головкой его не поднимет. А лучше не шути, ты сейчас БМВ ударишь. Я просто только что пробовал, это очень тяжело. Тигран, не надо. Идём, лови его. Пусть падает. Слышь, у меня мануальщик есть знакомый, Сечек. Вообще. Ай! Не, ну над головой поднял. Не, я поднял, у меня просто раппали с места. Да, да, да. Давайте померим, сколько я выгоним на улицу и уже повалим чуть-чуть. Кузя, давай дверь. Дверь, ой, ё, это. Кузя, иди подержи там что-нибудь. Пойди, Тёма. Спонсор сегодняшнего выпуска. Аэропитян Тигран Робертович. Или Аэропитян Тигран Робертович. Тюнинг Ростов, или автотюнинг Ростов. Тигран, нормально? Это за то, что ты датчик нам привёз. Я тебя прорекламировал, спасибо. Давайте я тоже подержу. Нет, нет, бери. Бери. 155,4. Ну, чудо не произошло, но и немало. 155 и 4 хватит искать чистоту уже понятно 165 есть на поехали музыку зале хочу вы хотите 160 но было 155 плюс 3 стола киловатт вот поднялся короче тут можете пилить и стрелять я думаю что двери открывать и закрывать короче тема я не совру сейчас если скажу что сабы сейчас вывезли кратковременно 25 киловатт каждый ай почему нет нет ни почему кратковременно в принципе это это норм сейчас посмотрим как они будут жить ну смысле не нормы так на но кратковременно говорит ну кстати тепленькие не особо из нагрелись кратковременно говорит о том что конструкция нормальной фейлов нет но сейчас надо посмотреть как они держат долгосрочку ты луха на без есть что-нибудь из творчества лилджона до но и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не-не, вагаёба затроллить надо, да? Тоже не любишь вагаёбу? Нет. А у тебя что за машина? У меня Mercedes. Вольсвагена тебя. Вот типичная картина. Здравствуйте. С чьей жопой я сейчас разговариваю? С жопой вагаёбода или ты уже передумал? Это не масло, это антифон. Ты видел, что это дырки тут? Да. Дырка, 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 дырка. А вот в эту дырку можно бесконечно что-то заливать. Вот в эту заливать. А где масло заливаю? А вот. Сегодня Кузя доливает антифриз. Всё здесь, смотри. Антифриз, антифриз, масло, тормозуха, вода. Всё с одной стороны. Ты уже всё знаешь, да? Хочешь я тебе покажу, где в Mercedes что? Я там только воду знаю, где доливать. Вот честно. Да ладно. Не будем троллить. Это старушка. Этот труп не сильно отстаёт от вот этой машины гарантийной. На самом-то деле. На которой шильдики там AMG, 53, гибриды, Якубусты. Вот, Якубович зарядили, подзалили, подтолкнули. И вон, почти. Да, если, ну, она его дёрнет, если там подшаманить. Просто не всегда хватает антифриза, масла, вот этих всех моментов. Чтобы она нормально работала. Лирическое вагоотступление. Слышь, подожди, не, открой. А чё это так и должно быть? Смотри, она как типа R8 какая-то, видишь? Крыло заходит, да, на какую-то? Бугатти. А, Бугатти, да, Олега, красиво. Я не обращал внимания раньше. А что у него здесь? Ничего? Это специально сделали, чтобы пи***ц как трахаться надо было. Тут, чтобы стартер снять, вот, наверное, морду, да, всё надо снимать? Или как? Ой, я даже боюсь, стартер нет. Ремень, чтобы поменять, надо морду снимать. Ужас, смотри, всё запихали. Чтобы поменять цепь, надо снять двигатель. Потому что она сзади вот тут стоит. ГРМ. Скажем, дружно, нахуй нужно. Покупайте, пацаны, вот, смотри. Сквозь 150... А 150 прошла же она уже, Тём? Покупайте камеру. Тём, а ну ты доволен результатом? Да. Мне кажется, нормально протестировали сабы. Можно было бы их, конечно, сейчас убить. Мне кажется, лучше продать вам целые. Они реально не пострадали при этих всех сейчас издевательствах. Пока не выкрутили. А? Ну, ты же не пострадал. Не, не надо палить. Ну, можно спалить, но они видно держат. Здесь заклеить сколько где-то децибел прилетает. Они всё рез считают. Короче, я вам объясню, в чём смысл. Сабвуферы сейчас были, работали с сумасшедшей мощи в совершенно не своём оформлении. То есть тут что надо делать с оформлением, чтобы было... Сажать объём хотя бы. Да, но при этом 156 мы сразу увидели без особых там пристрелок. Не знаю, раз 5-6 выстреляли. Мне машины сзалили 21 киловатт. Ну, Тёма вот намерил 21 киловатт. Нет, смотри. Мы мерили, было с 3,755 на 28. И на 35 потом померили с передней открытой дверью до 21 киловатт. Ну, это как кратковременно. Ну, как бы всё равно это очень много. Для Саба, у которого РМС 1300. Ну и чтобы закрепить результат, мы уже прокатились сейчас по жаре, повалили ребята. Вонь была прям какая-то или так? Запашок был хотя бы? Вылетала, когда катушка из зазора. Была чуть-чуть вонь, ну, как бы это нормально. Тут сколько объёма? Шестьсот, сорок, больше шестьсот. По 160 литрам назад. Больше 600 литров. Короче, эти Сабы в продаже, эта модель. Есть более бюджетные версии, Light SR, да? Смотрите на сайте, все ссылки в описании я оставлю. А конкретно эти четыре малыша из обзора, ну как малыша, это пятнашечки. Сейчас будут в продаже. Они D, какие? Два. Это D2. Можно покупать по одному, в принципе, в одином. Можно купить Spark'у и подключать в 0,5. Можно. Можно все сразу четыре купить. Короче, не знаю, кто как первым успеет заказать. На Сабах сейчас расписываемся. Я, Артём и Коля Атракторист. Сегодня у нас Special Guest приглашенный из Сальска. С реально честным проектом. По кайфу, да, такие проекты? Нет, кайф, когда там хаммеры, там рамы, ну такие проекты богатые, да. А вот это вот такой олдскульный реальный Эспель. Сальский хардкорный Эспель, да? Там еще есть машины, у них там 5 или 6 человек, короче. Они... Я знаю, что их там сколько. А ты передай теперь привет Антоше Ядлову. Антоше Ядлову, Кудрявцеву, там много их, короче. Да, привет сальским пацанам. И Коля, спасибо за то, что представил сегодня вот так вот сальский. А Сабы 415 продолжают работать. Сегодня они мне чуть не убили спину, но... Я все же все равно, и пока сильнее их. Пока, хоть и дрожащими руками, но могу их поднять. Что я хотел сказать? Кстати, в предыдущем обзоре я сказал, не было кошек, а они были. На майке у Рамазана была кошка. А в этом нет у нас кошек. Тигран говорит, у них есть какая-то кошка, она живет в ящике из-под сабвуфера, но он ее сегодня не привез. Поэтому Тиграну идите и пишите, что он безответственный негодяй. Не привез. И заказывайте шумку. Я не чтобы продал деньги были, а просто... Посмотрите, сколько. Да, прибраться здесь бы надо. Посмотрите, это премиум, это самая лучшая. Короче, это самая лучшая виброизоляция. Это тупо, потому что такое было ТЗ. Ни на чем не сэкономлено. Если вы хотите купить самую лучшую виброизоляцию, ну, дорогую, честно скажу. Берите... Берите... Что? Дабл Риджид. Не, реально. Берите, Альфор. Самая лучшая из PL-на это Дабл Риджид. Это из таких из мягкой, я согласен. В смысле, там и самые жесткие. Ну, не самые есть, но предсамые есть жесткие. Самая жесткая это Дабл Риджид. Таких друзей за х** в музее, да, Колёх? Я даже не знаю, вырезать это или нет, но на, расписывайся. Где? Сзади? Да, лучше. Нет, это только для тех, кто понимает. Ты херово, да, расписался? Я с левой рукой пишу. Нормально. Доктора охуевают с моего почвы. А ну вот так вот, поддержи его. Кузя, а иди ты тоже расписывайся. У меня каждый раз разная роспись. Ну, крестик поставь. Коля, ты будешь расписываться? Давай. Давай, конечно. Это вообще даже не вопрос был. Нет, 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 нет. Слышь, я наложу эту музыку, кстати. Ты тоже с нее пел? Она вообще из головы не выходит. Я ее каждый день слушаю. Это страшная вещь. И это, окуленок ту-ту-ту-ту-ту. Да. Страшное его дело. Три кота, блядь. Три кота, блядь. Три кота, блядь. Ну, три кота не так заразные. Вот окуленок ту-ру-ру-ру, блядь, бейбишарк, синий трактор, это вообще жопа. Он никогда из головы не с***ся. Но самая жесть была в наше время. Это загадочная реально была мелодия. А я до сих пор, нельзя слушать, когда придет. Всю жизнь будешь напевать. Это я цу-цу-цу-тарарит. Давай, бычка, курили мы. Все в углу на корточках. Ну, что, Тема, ты доволен? Все довольны? Тема вот тоже доволен. Сложил вам сабики. Сабики в продаже. Больше всех доволен Кузя. Подпишитесь на Кузю. А на тебя подписываются еще люди или не надо? Надо? Конечно. Кузя один из лучших инсталляторов, кстати, этого века. В смысле, не точно. На Кузю, вот я на кого-на кого жалоб меньше всех на Кузю в последнее время слышу. Ну, что, надеюсь, обзор вам понравился. Подписывайтесь на Колю. Коля, веди инстаграм, понял? Экран сначала надо в телефоне поменять. Он мне показал, у него телефон разбитый экран. Говорит, нет, не вижу там ни хера. Говорит, телефон починю, буду вести инстаграм. Пригиби карту, номер карты, Коля. Нет. Пискай кинут ему на него. Вы знаете, мы сбором пожертвований. Не верь, не бойся, не проси. И живи громко. Давай, я снизу поднимаю, ты мотор, просто мотор вверх поднимай. За мотор возьмись и вот сюда поставить корзиной, вот на седло надо. Все, давай. Пацаны, я вас сильно бесшу сейчас, честно сказать. Блядь, вот не резко. Нигаев, да, когда вот, прям, жопа, а снегаев, когда вообще их подсказывать начинают. Втроем их надо поднимать этажа. Тёма, ты теперь расскажи, как ты в Хаммере, сколько их стоит там? Двенашки, садрёртюм. А двенашки легко укручивать, они же там вот так, одной рукой хуякать, они же не агимовые. А восемь лет наши, развернуть? Гвезда была выкручивать. Развернуть, видишь, и вот метки. Вот они. Они же ещё там углом стояли раньше, помнишь? Прокручиваю вот сюда вот. Нахуя? Нет, вот. Поднимай и прокручивай. Блядь, как всё сложно. Наху ты это сделал? Все. Теперь снег, смотри, ты берись так, чтобы ты смог его вот туда дотянуть. Ну, дотянуть. За магнитик лучше тёмно. Не. Да, вот за это. Сейчас руку дай, вот за фену. Занерщик, давай. Так, теперь, сможет, мачете лучше куда-то туда. Вот, вот это вот, вот, она поставит. Ули ты там сидишь, иди сюда, блядь. Самая дружная и вежливая, и взаимопомощная, если есть такое слово. Команда в мире. Команда Dev Bond. Оля, тут вообще Кузя песню нашёл, ты не представляешь. Кто по полям? А с ним уже по сейчас разговаривают. Что вы сегодня весь день за раком стоите? Давай музыку валите. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то музыку... А сегодня обычный, да, взор? Смотрите, Тёма сидит. Какая машина будет самая громкая? Самая громкая. Всё как старый добрый, Тёма, да? Только вот этого слэба не было, за хуй знает сколько денег. И вот этих всех людей. И Хузя здесь, да? А? Мышка эта красивая. Не путай, нормальная и красивая. Красивая это Apple, а нормальная это всё остальное. Когда же, когда же, когда же, когда же мы доделаем обзор Тринахи уже, Тёма? А? Уже скоро. А что это за скворечник тут? Это после стереопляжа, да? Чуть-чуть испачкали. А то чуть-чуть порвали. Ну ничего. Живее всех живых. Ещё могёт. Красавица, а? Субтитры сделал DimaTorzok. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok